Приветствую вас, давайте подумаем, вам ваша мама не додала чего-то, да? То есть вот она в вас не верила, она вас, возможно, не принимала таким, какой вы есть, вот. И, соответственно, из-за этого вы теперь сомневаетесь в себе, сомневаетесь в своих силах, вот, сомневаетесь в том, можете ли вы адекватно справиться с тем, что возьмёте серьёзный проект. И вот то, что вам ваша мама не додала по какой-либо причине, нужно просто-напросто дополучить. И делается это, конечно же, с психологом. Делается это с психологом, и вместе с психологом вы как бы дорастаете и дополучаете то, что вам не додала ваша мама. Это первое. Второе. Понимаете, помимо этого, ещё можно говорить и о личностном росте. То есть я имею в виду, что вам самому нужно грамотно и трезво оценивать свои силы. Вам самому нужно адекватно как бы воспринимать свои способности, адекватно знать, что вы из себя представляете. Вот. И исходя из этого уже, значит, выстраивать свою деятельность. А то так получается, что вы не имеете чётких представлений о самом себе. То есть необязательно постоянно разделять ответственность, необязательно постоянно брать большую ответственность для того, чтобы только потому, что вы можете разделить её, да, там, с другими людьми, например. Вот. Это вовсе необязательно. Вовсе необязательно. Вовсе необязательно. Совершенно. Я скажу вам больше, что куда более правильно это исходить именно из того, что вы из себя представляете. И исходить из ваших собственных, значит, способностей. И вот уже тогда вы сможете перестать ныдаться в ком-то, ну, в поддержке там и так далее. Вот. Понимаете? О чём идёт речь. Дальше. На первое время, ну, вот, пока вы будете, например, добирать от психолога то, что не додала вам ваша мама на первых порах, психолог будет выступать тем, с кем вы разделите ответственность. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ парах поддержит вас. А потом уже, я думаю, что вы будете идти сами, когда у вас изменится представление о себе, когда вы станете по-другому себя воспринимать, когда вы перестанете считать, что у вас есть какие-то недостатки, какие-то проблемы, какие-то минусы, которые не могут позволить вам обратно в себя ответственности в полной мере, но и при этом осознавать степень того, с чем вы можете справиться. Реально. Это тоже важно. Основная проблема, это такая, что нету границ границ. То есть, где границы мои, да, где границы другого человека, потому что ваша мама, она не приучила вас к этому. Она не научила вас границам. Соответственно, с психологом и на границе границы тоже поработаете. С психологом можно разобрать и это. Это, вообще-то говоря, очень важно. Едва ли более важно, чем то, о чем я говорил до этого. Вот. Но без поддержки, без помощи психолога вам с этим не справиться. То есть, вот смотрите, вы пишете, я мечтаю о том, чтобы начался такой человек, которым я бы мог обсудить этот проект, да? То есть, что это значит? Кого вы ищете? Вы ищете родителей, по сути. Вы ищете, ищете вы родителей. Давайте подумаем. Почему вы ищете родителей? Потому что вы сами недостаточно взрослые. Правильно? Но я не думаю, что вы будете с этим спорить. Вот. Если вы недостаточно взрослый, то, соответственно, что нужно для того, чтобы быть взрослым? Что нужно для этого? А для этого нужно на самом деле просто всё-таки понимать, что я хочу, что нужно и что я могу. Вот. И из этого сейчас уже исходить. А у вас, у вас, скорее всего, вот эти вот три составляющих, они расположены неравномерно. То есть у вас подавлены, возможно, свои какие-то желания, свои потребности. Вот. В угоду, в угоду, значит, общественному мнению, что вот вы не можете, что вот вы там не справитесь и так далее. Понимаете, в чём дело? Вот всё это нужно разбирать. Как нужно разбирать и обиду на вашу маму, которая у вас осталась. То есть акцентирование на себя. Акцентирование на себя того, как относится к вам ваша мама. Ну или как относилась к вам ваша мама. Да? Вот. И, соответственно, соответственно, уход от этого. Уход от, ну, от проектирования на себя. Того, как она, как она относилась. То есть ваша мама, она не верила, не верила в вас, а не потому, что вы действительно недостойны, например. Нет. Не поэтому, а потому, что у неё были проблемы определённые. Понимаете? У неё были определённые трудности. Поэтому она и не верила в вас. И когда вы это поймёте, когда у вас будет чёткое, чёткое понимание этих всех процессов, вот тогда вы и встаньте на путь свободы, на путь независимости и вместе с этим на путь взрослого человека, которым вы являетесь. Вот. Я думаю, что это вполне достижимо. Я думаю, что это вполне можно будет сделать. Вот. Главное, ещё раз поставлю ваше желание. То есть, смотрите, сперва психоанализ, разбор отношений с мамой, обид на неё. Вот. Потом, коррекция поведения на эти обиды. То есть, ну, что с этими обидами делать? Ну, как, ну, своё поведение выстраивать? В ответ на такие вот обиды. И дальше, соответственно, уже коррекция вашего поведения, поведения. С этими новыми элементами, новыми факторами, которые появятся. И всё. А после, после поддержка, естественно, на первых порах поддержка обязательно. То есть, чтобы вы там не добились, чего бы вы не добились в работе, да, с психологом, всё равно всё это нужно обрабатывать. Вот. Обрабатывать это нужно именно до конца. Обрабатывать нужно в реальной жизни. И чтобы это обрабатывать, вам потребуется поддержка. То есть, первый проект, крупный, ваш. Ваш проект. Именно ваш. Значит, первый крупный проект. Потом, соответственно, проработка страхов, уверенности в себе. Ну, то есть, вот, введение. Введение на эти этапы. И здесь очень важно, чтобы с психологом у вас было доверие. Чтобы вы доверяли психологу и чтобы между вами, вами и им была связь. Вот. И всё. И всё будет нормально. И вы постепенно, постепенно выровняетесь и не будете нуждаться в этом. Не будете нуждаться в человеке. Понимаете? Потому что, ну, по сути, что сейчас вы хотите? Сейчас вы, постепенно хотите, что бы, появился, некоторых, а-а, кто, значит, взял бы на себя часть ответственности, только потому что вы с ней не справляетесь. Вот, или боитесь, что не справитесь, или думаете, что не справитесь. Ну, а почему кто-то должен за вас отвечать? Почему кто-то должен разделять вашу ответственность? А когда у вас будет семья, например, вы тоже будете ответственность делить с кем-то? Понимаете, да? Вот. Кроме того, то, что вы берете мелкие проекты без риска, это еще связанное с тем, что вы боитесь неудач. А это, этот страх. Опять же, изменение представления о себе. То есть неудача это нормально, ошибаются все. Но каждый из одних и тех же ошибок делает разные выводы. Вот вы, например, меняете свое представление о себе. Вы, например, там, начинаете думать о себе по-другому, хоть-нибудь хуже. А почему? Потому что у вас нет четкого представления о себе, нет самооценки. А самооценка-то что такое? Это я себя оцениваю исходя из своих ценностей, насколько я соответствую тем ценностям, которые для меня важны. Вот, соответственно, и подумайте, какие ценности вам важны. Какие вообще у вас ценности, какие у вас взгляды, какое у вас восприятие, идеалы и так далее. Ну и, наконец, последнее. Это мужская фигура, отец. Был у вас отец, как и у вас отношения. Какая у вас мужская модель поведения. С этим тоже нужно разбираться. Потому что, как это видится мне, с мужской моделью поведения у вас тоже проблемы. И проблемы, ну, такие, достаточно серьезные. Так что самостоятельно, самостоятельно это сделать вряд ли представляется возможным. Что касается, эээ, быть того, значит, эээ, так, эээ, значит, что касается того, что вы хотите быть заряженным, то это мотивация, то это четкое понимание, понимание того, для чего я это делаю. То есть вот, чтобы что-то делать, чтобы быть заряженным, нужно получать удовольствие от процесса. А удовольствие от процесса можно получить только в том случае, если вы находитесь на своем месте и на своем уровне ответственности. Чтобы чего-то добиться, нужно выходить из зоны комфорта. И здесь я не думаю, что проблема именно в том, что именно мама в вас не верила. Здесь проблема в том, что вы сами не готовы выходить из зоны комфорта. Что-то вас устраивает в глубине души то, как вы сейчас живете. То, как вы существуете. Вы надеетесь, не выходя из зоны комфорта, значит, чего-то добиться. А, так не бывает. Не бывает так. Но вы можете брать не крупные проекты, например, а проекты просто более значимые, чем те, что вы берете. Вы можете спросить себя, так, а что? Неужели вот это, то, чем я занимаюсь, является тем, на что я способен? Неужели я не способен на большее? Подумайте адекватно, на что вы способны, что вы можете, какие у вас есть возможности, какие у вас есть средства. И уже исходя из этого, ориентируйтесь на выполнение тех задач, которые перед вами стоят. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok